всех приветствую на своем канале сегодня рассмотрим тему смертной казни смертная казнь один из наиболее древних видов наказания изначально она возникла в ходе реализации принципа око за око зуб за зуб по этому принципу справедливым наказанием за причинение смерти другому человеку являлась смертная казнь кроме того свою роль сыграл и существовавший во многих обществах обычай кровной мести которую и была призвана заменить смертная казнь осуществляемая от лица государства в развитых странах смертной казни всегда предшествует длительное судебное разбирательство на разных уровнях подсудимому предоставляются возможности для подачи апелляций часто это приводит к тому что между вынесением приговора и его исполнением либо помилованием а также смертью осужденного от других причин проходят годы или даже десятки лет в большинстве современных государств смертная казнь приводится в исполнение не публично то есть на ней имеют право присутствовать лишь определенные законом лица в ряде случаев смертная казнь может быть заменена пожизненным заключением или длительным сроком лишения свободы по решению суда приговоренный судом к смертной казни также может быть помилован высшим должностным лицом государства после второй мировой войны в мире наметилась тенденция к сокращению применения и полной отмене смертной казни так во многих странах смертная казнь полностью отменена к примеру австрия гренландия исландия италия монако франция финляндия 13 штатов сша и другие всего около 45 стран в других дания люксембург норвегия швеция швейцария россии и другие около 35 стран на нее наложен мораторий в третьих япония китай северная корея 37 штатов сша большинство стран африки и азии примерно половина стран латинской америки всего около 100 стран применяется и сегодня смертная казнь как высшая мера наказания вызывала и вызывает ожесточенные споры аргументацию за и против смертной казни можно найти даже в религиозных текстах как за отмену так и за применение смертной казни высказываются различные политики и общественные деятели мы собрали самые известные аргументы обеих сторон и так аргументы против смертной казни аргумент 1 судебные ошибки нигде еще не удалось создать юстицию работающую без ошибок а это при наличии смертной казни означает что неизбежно казнят невиновных так к примеру в 1949 году по обвинению в убийстве своей беременной жены и двухлетней дочери был повешен житель великобритании тимоти эванс лишь спустя четыре года серийный убийца джон кристи который в прошлом свидетельствовал на суде против эванса признался в этом убийстве он был повешен а тимоти эванс был посмертно реабилитирован дело тимоти эванса одна из самых ярких историй в споре о смертной казни ошибки при вынесении смертных приговоров встречаются относительно часто согласно исследованиям в 1987 году среди смертных приговоров вынесенных в сша было 349 ошибочных причем 23 из них было приведено в исполнение 16 апреля 1997 года на смертную казнь в россии наложен мораторий уже более 20 лет этот вид наказания не применяется хотя разговоры о возвращении к нему ведутся до сих пор так в 2019 году дискуссия об отмене моратория на смертную казнь развернулась после убийства девятилетней лизы киселевой в саратове трагедия стала поводом для опроса жителей страны который инициировала нижняя палата парламента около 80 процентов респондентов выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов однако тогда пресс-секретарь президента дмитрий песков заявил что такой вопрос в кремле не обсуждается в 2021 году обсуждение вернуть смертную казнь за убийство детей возобновились поводом послужили события 11 мая этого года когда произошел массовый расстрел в школе в казани в результате стрельбы и взрывов зданий погибли 9 человек однако и в этот раз решение конституционного суда рф о невозможности возвращения смертной казни остановила такие разговоры аргумент 2 смертная казнь не сдерживает и не предотвращает преступлений отмечается что в большинстве случаев преступник рассчитывает избежать наказание поэтому смертная казнь не оказывает должного сдерживающего воздействия кроме того человек совершивший преступлений и преследуемый правосудием может посчитать что находится в ситуации когда ему нечего терять в результате чего совершает новые преступления в том числе с целью избежать ответственности также смертная казнь мало эффективно в отношении одной из наиболее опасных категорий современных преступников террористов а также совершающих преступления по экстремистским и политическим мотивом так как многие из них и так являются смертниками доказано что основными факторами провоцирующими преступность являются бедность невежество неравенство психические отклонения конкретного преступника смертная казнь никак не может влиять на эти причины аргумент 3 смертная казнь порождает новые преступления в ссср с 30 апреля 1954 года была введена смертная казнь за умышленное убийство результатом стал рост числа совершаемых убийств за счет того что преступники чтобы уменьшить вероятность привлечения к ответственности стали убивать не только потерпевших но и свидетелей а введение в 1961 году в ссср смертной казни за изнасилование с отягчающими обстоятельствами не привело к снижению числа изнасилований при этом возросло число убийств сопряженных с изнасилованиями так как преступники стремились лишать жизни своих жертв чтобы те не могли дать против них показания а вот самые главные аргументы сторонников смертной казни аргумент 1 преступники больше боятся казни чем пожизненного сторонники смертной казни часто приводят доказательства того что пожизненное заключение для убийц более мягкая участь а смертной казни преступники боятся больше всего отмечается что осужденные приговоренные к пожизненному лишению свободы занимаются творчеством получают письма и даже женятся в тюрьме что ставит под сомнение суровость пожизненного заключения так журналист аркадий мамонтов рассказал об эксперименте который провели в одной из колоний для пожизненно осужденных и свидетелем которого он был сам провели эксперимент тихий между собой они взяли объявили одному извергу что его убьют будет смертная казнь завтра для него мораторий отменен и его повели по коридору как бы стрелять он наложил в штаны он кричал рвался кричал я хочу жить по-любому я хочу жить вот что было отметил журналист это подтверждает и олег алкаев бывший руководитель команды по приведению смертных приговоров в белоруссии он многократно присутствовал непосредственно на расстрелах и рассказал следующее ожидание смерти это страшная кара она вполне компенсирует те страдания которые убийцы причиняют жертве у приговоренных никто не отнимал право распорядиться личной жизнью по своему усмотрению сплети веревку из носков там из трусов и попрощайся с этой жизнью но никто же этого не делает человек приговоренный к смертной казни согласен жить без рук без ног известен и другой факт террориста закариас мусауи участвовавшего в организации террористических актов 11 сентября во время которых погибли 3000 человек судили в мае 2006 года ему грозила смертная казнь однако приговором стало пожизненное заключение услышав приговор закариас закричал америка я выиграл ты проиграла аргумент третий возможность освобождения по амнистии такое бывает к примеру при смене политического режима на практике существующие нормы отбывания пожизненного заключения по крайней мере в российской федерации не исключают выход приговоренного на свободу через 25 лет даже в случае пожизненного заключения без права на досрочное освобождение такая формулировка существует в законе сша у преступников есть возможность выйти на свободу в частности если преступник является гражданином другой страны его могут депортировать отбывать наказание на родину где возможно его помилование и немедленное освобождение аргумент 4 экономическая несправедливость тюремного заключения многие осужденные к пожизненному заключению не привлекаются к трудовой деятельности для самообеспечения сторонники смертной казни считают это несправедливостью так как в числе налогоплательщиков на средства которых содержится пожизненно заключенные могут находиться родственники жертв к примеру в россии по словам заместителя главы в син на содержание каждого заключенного расходуется около 4800 рублей в месяц или 57 тысяч рублей ежегодно в сша по данным института юстиции на каждого осужденного тратится около 31 тысячи долларов ежегодно при этом цифра может отличаться в большую или меньшую сторону в зависимости от штата аргумент 5 право на возмездие многие родственники жертв считают справедливой смертную казни не верит в пожизненное заключение как способ возмездия так известный сторонник смертной казни владимир добреньков профессор социологии отец убитой марии добреньковой считает что если от не та жизнь другого человека то единственное возмещение жизнь преступника 29 декабря 2001 года дочь владимира добренькова 21-летняя мария со своим женихом 19-летним александром панаковым внуком председателя совета директоров лукойла поехала в кафе на автомобиле лексус принадлежавшим александру но до кафе они не доехали с ними не могли связаться ни родные не друзья на следующий день лексус был найден ограбленным они подалеку от него находились тела марии александра их смерть наступила от огнестрельных и нанесенных тупым предметом ранений самой первой версии следствия стало убийство панакова с целью завладения капиталами его деда позже от этой версии отказались через некоторое время были арестованы настоящие убийцы пятеро человек и был определен мотив преступления банальное ограбление суд приговорил убийц к срокам от 18 до 21 года строгого режима с конфискацией имущества несмотря на то что прокурор требовал пожизненного заключения организатор преступления шестой участник убийства до сих пор находится в розыске из известных примеров о справедливом возмездии в виде смертной казни за невинно убиенных близких просил и заслуженный деятель искусств россии леонид шкарупа чью дочь марию и внуков убили за одну ночь вечером 24 июля 2011 года мастер иван иванченко находился в гостях у марии шкарубы чтобы отремонтировать ей компьютер в этой же квартире находились трое малолетних сыновей марии дмитрий кирилл и петр а также ее мать валентина из-за позднего окончания ремонта компьютера иванченко предложили остаться ночью между марии иванченко возникла ссора после этого преступник по его собственным словам в течение нескольких часов обдумывал как будет убивать марию в итоге ему под руку попался молоток которым он убил спящую женщину от шума проснулась мать марии валентина чтобы отвлечь ее внимание убийца попросил ее налить чаю и проследовал за ней на кухню где также убил ее затем он тем же орудием лишил жизни всех троих детей марии тела обнаружили только через несколько дней когда соседи почуев запах вызвали полицию в россии происходит около 8 тысяч убийств ежегодно посадить всех убийц пожизненно невозможно с этим не справится бюджет а это означает что неизбежно убийцам будут давать определенные сроки которые они будут отбывать и выходить на свободу поддержите ролик лайком а канал подпиской и будьте осторожны и